Счастливое материнство для всех. Центр поддержки во Владимире Мамина Радость создали в 2014 году. Инициаторами стали активные мамочки, которые, находясь в декрете, не знали, чем себя занять, где найти новые знакомства и общения, а главное – поддержку. Каких-то специальных организаций на тот момент в нашем городе не было, и тогда они создали свою. Прошли обучение на консультантов по грудному скармливанию, слинга-консультантов и освоили для себя новую профессию. Сейчас это большой центр, где каждая желающая мама может получить консультацию любого специалиста. Самой, самой как бы отрастать, то одной ручкой, то другой. На животе у нас лежит тяжелый такой голодный кот. Такие занятия йога для послеродового восстановления проводят с молодыми мамами на постоянной основе. Специальные техники собраны у разных учителей, адаптированы специально для организма тех, кто послеродов еще не успел окрепнуть. К примеру, на занятиях используют технику Абуладзе. Это очень мягкие техники, которые, если сказать проще, они собирают маму после родов. Они позволяют вернуть тонус мышцам тазового дна, скоординировать мышцы брюшного пресса. И плюс еще они маловажны, что они мамочку успокаивают и дают ей силы и ресурс. Постоянно занятия посещают около десяти мамочек. Одна из них – Наталья Маракаева. К рождению ребенка она готовилась основательно. Соблюдала с супругом специальную диету, выбирали день зачатия. Для них рождение ребенка был особенный момент. Дочке Натальи уже скоро будет три года. О том, что в нашем городе существует такая организация, как «Мамина радость», узнала через интернет. Решила прийти на занятия по йоге, которые помогли ей восстановиться после родов. Каждый раз после занятия выходишь эмоционально настолько успокоенная и гармоничная, что только ради этого стоит. Даже не физиологические изменения меня привлекают, а то, как эмоциональный фон успокаивается, и какой я возвращаюсь домой к мужу и к ребенку. Ну и побочкой явилась физиологическая затяжка каких-то моментов после родов. Для каждых желающих проводят и консультации по грудному вскармливанию. Это лекции, семинары, а также практические занятия. Мамочек учат, как правильно начать вскармливание, проводить его и завершить. Иногда такие занятия проводятся индивидуально, когда мамочка сама обращается в организацию за помощью. К нам обращаются мамы с различными вопросами, начиная от того, каким образом, как правильно приложить. Часто у мамы возникают такие вопросы, как трещины, ссадин, нагрубание груди. Мама, например, переживает, что малыш недоедает, или малыш беспокоится, мало набирает вес. Этих вопросов очень много. И мы стараемся маму ответить на все вопросы, помочь, предложить, прям практически. Да, мы учимся. Анна Курахина, мать троих детей. До рождения второго ребенка о центре «Мамина радость» она не знала. Рассказывает, в тот момент, когда впервые пришла в клуб, осознала, что до этого ее декреты проходили очень скучно. Сейчас младшему сыну всего два месяца. Мамину радость она посещает вместе с ним, набирается и делится опытом. Они, во-первых, дают уверенность в том, что мы делаем правильно. У некоторых мам очень хорошо развитые интуиции, они сами знают, никогда в жизни не практиковали это, и в них рождается ребенок, они все сами знают. Кому-то нужно направить, кто-то много книжек начитался. Это очень полезно, это успокаивает. На эти и другие проекты организация получила средства из фонда президентских грантов. Кроме того, реализуют свои проекты и за счет областной субсидии. Например, ежегодный «Мамафест», который в этот раз решили растянуть на две недели. Он стартовал 29 ноября. Ежедневно в его рамках проводятся лекции, семинары, чаще в формате онлайн-конференции. Оффлайн, спектакли, творческие мастерские и концерты. Рассказывая о том, как можно жить с ребенком на руках, используя, например, слинги, специальные переноски, и создавая условия для регулярных встреч или просто для встреч молодых родителей, можно добавить им немножко больше радости в жизни. В следующем году активисты организации планируют создать школу волонтеров «Мамин ангел». В нее наберут девушек и женщин, которые уже состоялись как мамы. Могут на своем опыте рассказать другим, как нужно делать, а как нельзя. Они пройдут обучающий курс, а затем будут консультировать в соцсетях или по горячей линии тех, кому необходима помощь. К слову, каждый желающий может воспользоваться помощью организации. Для этого необходимо обратиться по телефону. Код города 492260351.